С вами Стэн Громский, Сергей Капуста. Мы находимся с вами в Майами, в необычном месте, где тысячи людей собрались, чтобы посмотреть финал матча Хорватия-Франция. Видите, это такое уникальное место, где, в принципе, собираются люди каждую неделю, каждые выходные для того, чтобы провести время на воде. Вот видите, сейчас отстыковались здесь несколько сотен лодок от больших ягд до маленьких лодочек, люди приезжают даже на байдарках сюда, на различных досках для серфа со своими домашними питомцами. И вот сейчас здесь образовалась даже такая пробка на воде, и несколько полицейских катеров были вынуждены подъехать для того, чтобы урегулировать это движение. Вы видите, кто на чем. Вот прямо здесь плывут ребята на байдарках, которые спешат, спешат, посмотреть, чем же закончится этот увлекательный матч. Многие же здесь привезли свои грилы, готовят барбекю. Здесь же также находятся несколько таких закусочных на воде. И люди, конечно, сейчас идет второй тайм, и многие переживают. Здесь очень много французских именно флагов, потому что в Майами живет достаточно много представителей франкоговорящих стран. И, естественно, хорватских флагов мы пока не видели. С хорватскими болельщиками мы разговаривали накануне, они тоже сейчас, я наверняка уверен, здесь. Нас даже приняли за хорватов, когда услышали русскую речь, но, к сожалению, пришлось разочаровать их, сказать, что мы не хорваты. Но, тем не менее, на лодке, где мы сейчас находимся, достаточно большая компания русскоговорящих болельщиков, которые тоже переживают и за Францию, и за Хорватию. Вот здесь есть два представителя, я хочу вам представить, это Юлия и Эдуард. Давайте узнаем, за кого они сегодня болеют. Хорватия, вперед! Я болею за Францию, потому что у меня жена француженка. Я люблю Францию. Я болею за Хорватию, здесь нас не так много, но, несмотря на то, что, в принципе, мы проигрываем немножко, да, хорваты проигрываются, но я все равно надеюсь, что достойная игра, и они могут выиграть. И французы выиграют. И французы выиграют. Юлия, я знаю, что вы буквально накануне прилетели из Москвы, скажите, какая вот атмосфера, почему мы решили на воде посмотреть сегодня этот матч? Да, вчера только прилетели, и в Москве настоящий праздник, много болельщиков, и город весь заполнен людьми, и это настоящий праздник. Но здесь не меньше праздник, и мы очень удивились этому. Здесь очень крутая атмосфера, много лодок, много отдыхающих, и главное, болельщиков, кто реально болеет за свои команды. Я смотрю, Эдуард как раз смотрит, он дает интервью, и смотрит, что там происходит на экране. Самое интересное место. Эдуард, ну Франция пока ведет. 2-1, 2-1. То есть ты болеешь за Францию все-таки, болеешь за Францию. Мне нравится эта команда, нравится сама страна. Скажи, ну а как атмосфера сегодня, как тебе здесь атмосфера сегодня? Атмосфера хорошая, дружеская, все, никто никому не мешает, каждый радуется за свою команду, так что все порядок, все, 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 все культурно. Никаких происшествий, все нормально. Приезжайте в следующий раз сюда. Спасибо. Я должен сказать, еще обратите внимание, видите, вот эта маленькая лодочка, которая стоит, и там две маленьких собачки. Вот люди действительно со своими домашними питомцами приезжают сюда. Это действительно такой праздник, праздник и футбола, и вообще праздник такого веселья. И люди сейчас действительно, видите, здесь купаются, здесь, как я сказал, совершенно такая очень веселая атмосфера, играет музыка, такие закусочные на воде. Я должен также, здесь стоят катамараны, стоят совершенно водные матрасы, только на чем здесь не плавать. И, кстати, интересно, я хочу рассказать об этом экране, что действительно это уникальный экран. Он плавал практически весь чемпионат мира по футболу, он побывал в разных местах Майами. И этот экран называется «Балиху». То есть, не знаю, почему именно создатели этого экрана назвали его так, но, тем не менее, это 15-метровый экран, который побывал и в деловом центре Майами, когда в полуфинале. И вот сейчас на финале он оказался здесь. И поэтому давайте смотреть этот увлекательный матч. Еще раз передаю привет всем из Майами. С вами был Стэн Грунский и Сергей Капуста. С вами был Игорь Негода.